Есть ученые, творческая мысль которых определяет развитие науки на многие годы. С именем этого человека связана вся история советской терапии. Ему исполнилось 80 лет. Если время измерять не часами, не днями и неделями, а мерой свершенного, то рамки одной человеческой жизни расширятся неизмеримо. Работа врача. Напряженная, трудная, требующая полной отдачи душевных и физических сил. Более полувека посвятил исцелению больных выдающийся советский терапевт Евгений Михайлович Тареев. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской государственной премии, академик Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки. Необычайно многообразные его исследовательские устремления, но есть среди них главные. Эта девушка лет 10-15 назад считалась бы обреченной. Системная волчанка. Один из видов коллагеновых заболеваний, которые поражают соединительную ткань, каркас нашего организма. При этом могут поражаться почти все жизненно важные органы. Академик Тареев и его ученики детально изучили клинические проявления коллагеновых болезней. Создали их встроенную классификацию. При этом удалось установить некоторые общие механизмы развития коллагенозов и тем самым выработать наиболее рациональные схемы лечения. За эту работу ученому была присуждена Ленинская премия. Коллагенозы коварны. Иногда они принимают неожиданные формы. Консилиум. Здесь разрешаются сомнения. Намечаются пути лечения тяжелого больного. Евгений Михайлович, разрешите вам показать. Ну, вообще, состояние вообще, можно сказать, что удовлетворительное. Последние дни больной уже ходит по клинике. Теперь, что надо сказать, что со стороны внутренних органов, ну, имеется некоторое увеличение границ сердца, тахикардия, увеличение печени, ну, край ее мягкий. Вот сегодня я как раз смотрела. Диагноз поставлен. Узелковый перератрит, угрожающий с ряду сторон. Конечно, мы вправе, и вы должны продолжить проводимое лечение, как оно переносится. Ну, учитывая, что затеплин тоже не полностью безразличен. И для той же печени, это мы хорошо знаем, как теперь и у больных с пересаженной почкой. Но все-таки это именно та позиция, наиболее перспективная, которую стоит продолжать, и, так сказать, игра строит, стоит свечи. Да, то есть с известным риском, который сейчас так часто имеем в клинике при таких сильно действующих средствах. Но это... Тут это оправданно, конечно. Оправданно, оправданно. Изучая эпидемический гепатит, академик Тареев, одним из первых, высказал предположение о вирусной природе этого заболевания печени. Значение открытия можно оценить хотя бы по такому факту. Сейчас людям, перенесшим вирусный гепатит, не разрешается быть донорами. Их кровь не переливают, не используют в аппаратах искусственная почка и искусственное сердце, а это, значит, перекрыт один из каналов распространения тяжелой болезни. Профессия терапевта сложна и требует не только большой эрудиции, но и особого склада мышления. Из разрозненных фактов врач создает стройную картину заболевания и с учетом индивидуальности больного назначают наиболее рациональное лечение. Этим искусством Евгений Михайлович Тареев владеет совершенствами. Поэтому клиника первого московского медицинского института, руководимого Тареевым, привлекает многих ученых, медиков и врачей. Что самое важное в этом методе? Важно то, что мы можем увидеть морфологическую картину поражения, подойти к терапии. Ну, это общие. А в каких случаях, когда важно делать это? Это при хронических заболеваниях. Насколько широко? Всем ли больным заболеваниям печени мы рекомендуем, стремимся? Или есть такие вот первочередные, у которых, так сказать, без этого метода дальше диагноз невозможно надежно продвинуть? Вот какие у вас на мыши приходят? Какие больные? Очевидно, хронические гепатиты, различные этиологии. Биопсия здесь нужна будет для установления этиологии заболеваний. Если при биопсии мы увидим, например, свечения к австралийскому... Ну, вы опять говорите, обтекаемо очень. Вы стараетесь отчетить. Вообще, самое важное это диалог. То есть, задается вопрос, отвечает не на вопрос. Под научным руководством Тареева выполнили свои диссертации более ста кандидатов и почти пятьдесят докторов науку. Беседы, лекции Евгения Михайловича, не только передача ученикам накопленного опыта знаний, но и постоянная проверка углубления собственных научных концепций. Это еще один шаг к познанию природы, которая так же бесконечна, как бесконечна сама жизнь. Евгений Михайлович, автор свыше семисот научных работ. За этим столом ученый создал ставшие уже классическими труды о болезнях почек, печени, сердца, по лечению малявии, ревматических поражений, лекарственной болезни, некоторых форм туберкулеза. Учебники Евгения Михайловича Тареева, ученого-энциклопедиста, неизменно остаются настольной книгой студентов и врачей. Творчество ученого не ограничивается стенами клиники или рабочего кабинета. Его научные идеи — результат повседневных наблюдений, огромного врачебного и жизненного опыта, беспрестанного творческого поиска. Евгения Михайловича Тареева часто называют старейшиной советской терапии. Это звание не зафиксировано ни в одном официальном документе, ни в одном дипломе. Это всеобщее признание выдающихся заслуг ученого и гражданина перед всей нашей медициной. Каждый день этого человека труден и радостен. Потому что дело, которому он отдает свою жизнь, подчинено высокому гражданскому долгу советского ученого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok